Ян Ге родилась и выросла в Пекине. После школы приехала в Россию, где получила бюджетное место в Тульском университете, изучала русский язык. Потом поступила на актерский факультет в ГИКа, мастерская Сергея Соловьева. Два года назад стала финалисткой проекта «Голос», а сейчас ее фильм под названием «Троица» открывает конкурсную программу «Кинотавра». Это ее вторая режиссерская работа, где Ян Ге – исполнительница главной роли. А в названии фильма вся суть картины. «Троица», но не православный праздник, а любовный треугольник. Я уверена, что в вашей жизни, как бы зрителей, всех было нелегко. То есть я хотела эту печаль передать, и чтобы людям знали. Я, как личный режиссер, понимаю людей и понимаю вот эту печаль и боль у каждого. Марго признается мужу, что изменила, и начинается борьба за любовь. Муж верит, что если жить по правилам, то можно вернуть жену. Он четко знает, что ему нужно сделать. Это религиозный человек, который знает, как нам нужно поступить в данной ситуации. Взять, отпустить, принять, простить. Но, к сожалению, потому что все мы люди, он этого сделать не может. И вот сам с собой вступает в такой конфликт. Конфликт приводит и героиню к пониманию Бога, семьи, любви. И все, кто посмотрел мелодраму об изменении веры, отметили именно восточный подход к пониманию проблемы. Это не Анна Каренина. Классическая основа сюжета приводит к неожиданному результату. Сегодня модное выражение – выйти из зоны комфорта. Вот она пытается выйти из зоны комфорта, скорее всего, потому что перестает чувствовать. И я увидела это так. Картина про то, что в любви должен быть раздражитель. Что людей склеивают не сюси-пуси, не полная гармония в смысле всегда понимаю, всегда нежно, всегда люблю. А как раз наоборот. Проблемы взаимоотношений, они часто являются катализатором этих отношений. Это история женщины, которая совершила грех, совершила падение. И потом, что начинает происходить с ее душой. Потому что, я думаю, все-таки месседж основной был такой. Мы изучаем процесс, мы оперируем женскую душу, чего не делают российские режиссеры никогда. Потому что у нас все-таки мужское кино. Я вот на этом настаиваю. У нас женщина как некое приложение к главному герою всегда существует во всех сценариях. Снималась картина не только для российского зрителя, но и для европейского и восточного. Сейчас идет большая работа по продвижению фильма за рубежом. Ну а будет ли отмечена лента призом кинотавра, станет известно 16 июня. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.